Друзья, всем привет! Мы продолжаем наши экскурсии по Днепропетровску и сегодня мы с вами поедем в Свято-Тихвинский женский монастырь в Днепре. Ранее был в Днепропетровском. Итак, вперед! Свято-Тихвинский женский монастырь в Днепре основан в 1866 году. В 1868 году построена церковь Святой Варвары, килийный корпус и трапезная, трудами первой настоятельницы Игумении Марии. За свою историю монастырь Ча дважды закрывался властями. В 1925 году, затем после 17 лет работы, в 1959 году в его помещениях располагалась школа-интернат номер 1 для детей-инвалидов. В 1959 году храм был взорван, на его месте построили интернат для глухонемых. В 1999 году Свято-Тихвинский женский монастырь вновь действует. В уставе сестер написано, занятия сестер общины сей, как посвятивших себя на благоугодные дела, будут состоять в постоянном молитвенном настроении духа, упражнении в чтении книг, священного писания, рукоделия и других благочестивых подвигах. И в сегодняшний день сестра монастыря делает очень много хороших дел. Они много молятся, кормят бездомных, помогают детям, помогают в школе-интернату. Это памятник первой настоятельницы Игумении Марии. Ведь именно трудами первой настоятельницы Игумении Марии и создан этот монастырь. Своё название обитель получила благодаря явлению во сне Марии. Ей представилось чудное акафистное пение иноков перед неизвестной ей иконой Божьей Матери. И было указано небесным глазом. «Сим образом хочу пребывать на месте основания обители». И тогда по настоянию благовословению преосвященного Платона, монахиня Фианила, в сопровождении Марии Игусевой и других попечителей, они отправились в город Тихвин, мужской монастырь, где Мария вошла в храм и услышала иноков, воспевающие перед Тихвинской иконой Божьей Матери то чудное пение, которое было у неё во сне. И сейчас при монастыре открыта школа воскресных, в которой учатся дети.